мне много раз задавали вопрос что такое рекуперация и если от нее какая-то польза мало грамотных инженеров среди нас сразу вам скажу но как минимум один есть это я поэтому я сейчас расскажу вам подробно что такое рекуперация что такое электро тормоз но прежде немножко спойлер ну чтоб вы понимали вообще о чем идет речь есть такая наука физика так вот один из основных фундаментальных законов физики это закон сохранения энергии то есть энергия ниоткуда не берется никуда не девается так как я уже сказал физики не бывает такого чтобы энергия куда-то уходила или появлялась из ниоткуда она всегда преобразуется из одного вида в другую так как сейчас я говорю про рекуперацию это значит что энергия рекуперируется и переходит из этого состояния в другое то есть кинетическая энергия при движении преобразуется торможением в электрическую энергию и вливается обратно в вашу химическую батарею в самой батарее электрическая энергия преобразуется в химическую понятно да когда она запасается и когда вы расходе расходуете химическая энергия преобразуется обратно в электрическую Ну, в общем-то, просто всё, да? Мне не совсем понятно, откуда появляются вот эти споры насчёт рекуперации. То есть, давайте один раз, один раз и навсегда определимся, что рекуперация – это возврат энергии, значит, это по-любому какая-то польза. Это по-любому, в любом случае какая-то энергия возвращается обратно в вашу батарею. Но что же такое электронный тормоз, электротормоз? Это тоже самое. Блин, система электронного тормоза – это то же самое. То есть, рекуперация электронный тормоз – это одно и то же. То есть, не надо их даже как-то различать между собой. Если у вас на самокате есть электронный тормоз, то это и есть рекуперативный тормоз. Тут надо понимать, что при движении, допустим, выше 10 км в час – это идёт реальный возврат энергии в батарею при торможении. А при скорости ближе к пешеходной, там 4-5 км в час, то там ничего не происходит. То есть, электротормоз, он компенсирует сам себя. И более того, при движении именно с очень маленькой скоростью, когда вы пытаетесь им тормозить, он начинает батарею вашу немножко расходовать. Какие-то вот эти мгновения перед остановкой. То есть, это видно на самокате Ninebot, в котором в приложении, собственно, прямо мгновенно обновляются данные о состоянии батареи, о мощности, которые втекают и вытекают из неё. Для того, чтобы раз и навсегда поставить точку в этом вопросе, я провёл настоящий эксперимент в плане следующем. Я поднялся на гору на своём маленьком самокате Ninebot, на горе замерил параметры, затем спустился с этой горы, не используя газ, а используя только торможение. И у него есть функция круиз-контроля, то есть, он тормозит сам. То есть, мне половину горы тормозить даже не приходилось. Вот. И посмотрел, какие данные будут внизу, какие данные получились внизу. Ещё раз объясню для тех, кто совсем не въезжает. Сейчас я отправляюсь на гору, то есть, будет довольно такой приличный затяжной спуск, полтора километра. Я с помощью приложения, вот на своём телефоне, я включу запись экрана и вам покажу. Мы с вами посмотрим, какое количество энергии в батарее в миллиампер-часах было в самом верху спуска и какое будет внизу. То есть, вы понимаете, если вообще не будет никакой рекуперации, то энергии батареи будет однозначно меньше. Потому что у меня на самокате всегда включена фара, горят габаритные огни сзади и, в принципе, его собственная электроника, когда он включен, что-то потребляют. То есть, понимаете, да? Ну, в любом случае, я буду спускаться несколько минут под уклон. В любом случае, если бы не было рекуперации, количество энергии в батарее снизится. Но произойдёт обратное, так как всё-таки рекуперация это очень полезная штука и невероятно крутая. Энергии в батарее возвратится больше. Ой, возвратится сколько-то. То есть, в конце спуска энергии в батарее будет больше, чем в начале. Вы это сейчас увидите всё вместе со мной. И самое интересное для меня, как для инженера, здесь будет посмотреть, а сколько именно энергии вернётся. То есть, я так полагаю, если взять всю батарейку за 100%, в этом самокате она 5,2 ампер часа. Ну, ладно, короче, лучше ватт-часа говорить, так будет понятно. 180 ватт-часов здесь батарейка. Это очень мало. Но для движения по чистому, сухому, ровному асфальту на маленькой скорости вам хватит на 20 км и больше. Так вот, 180 ватт-часов это 100%. Я так прикидываю, что за полтора километра, пока я буду спускаться под эту гору, в батарею вернётся, ну, процента 2-3. Вот, вы мне сейчас, может быть, кто-то не верите, скажете, что вот, рекуперация фигня. И я уже много раз спускался под эту гору, но я не запускал, извините, я не запускал приложение. Поэтому я точно не могу сказать, я чисто фантазирую, так сказать, как бы это описать. То есть, мне бы хотелось, чтобы реально вернулась батарею 3-4%. Вот. Причём, я знаете, что подумал, я даже не буду нажимать тормоз, да, я дождусь, пока самокат сам начнёт тормозить, так как у него есть, я поеду в стандартном режиме, у него ограничение скорости будет 22 км в час. То есть, та скорость, которая выше 22, она автоматом будет тормозиться, то есть, рекуперироваться. Так как механического колодочного тормоза здесь нет, это будет только рекуперация. То есть, если ваш электросамокат проезжает на одном зарядке, ну, возьмём грубо там, 50 км, то даже 1% обратного заряда, рекуперации даст вам дополнительно 500 метров, а 2% это целый километр. То есть, понимаете, вам что, лишнее, что ли? Самокат это не велосипед, где можно педалями докрутить. То есть, у меня уже были такие случаи, что самокат, батарейка разряжалась в километре от дома. Это я сейчас говорю про самокат в Сиберию, кстати, да. И там нет рекуперации, и вот этот километр мне пришлось его тащить на себе пешком. То есть, ну, как бы, ну, смысл. Если бы она была, возможно, что мне бы и хватило. Вот. Контроллеры с рекуперацией делятся на два таких типа, у которых она плавная. То есть, как я уже сказал, на самокатах на N-Bot, на N-Bot Max, Xiaomi M365, плавной ручкой тормоза вы регулируете усилие вот этого электронного торможения. А практически на всех электровелосипедах, которые я видел, электросамокатах больших, там есть только отсечка. То есть, когда вы нажимаете на тормоз, блокируется полностью работа двигателя. То есть, мощность на него не подается. Рекуперации либо нет совсем, либо на какой-то фиксированный порог всегда есть. И этот порог закладывается производителем контроллера на заводе. То есть, он прошивается и, в общем, это все происходит. Ага, еще интересный момент. Для тех, кто считает, что контроллер с функциями электронного торможения будет стоить дороже, это неправда. То есть, это неправда, потому что используются те же самые полевые транзисторы, которые они управляют двигателем, только они включаются в другой момент времени. То есть, работают, так скажем, в противофазе. То есть, не тогда, когда следующий магнит подходит, нужно подать напряжение, чтобы его оттолкнуть, а наоборот, они подают напряжение, чтобы его притянуть. И вот это вот обратный эффект, обратная индукция от уходящего, подходящего магнита идет обратно в батарею через эти же полевые транзисторы. То есть, еще раз, контроллер с рекуперацией не должен быть дороже. Роль электронного торможения выполняют те же самые транзисторы. Соответственно, двигатель тот же самый должен быть, как и обычный. Здесь нужно отметить очень важный момент для тех, кто думает, почему бы такую штуку не поставить в велосипед. Есть один важный принципиальный момент. Есть только один тип электротранспорта, на которых принципиально нельзя использовать рекуперацию. То есть, нельзя включать контроллеры такой режим электронного торможения. Это двигатели, в которых стоит редуктор. То есть, ребята, если у вас редукторный двигатель на электровелосипеде или на электросамокате, то на нем, к сожалению, принципиально запрещено, нельзя использовать электронное торможение. Потому что за счет вот этого редуктора электронным торможением вы убьете моментально шестеренки. Ну да, вот так вот. Поэтому, еще раз, электронное торможение можно использовать только с двигателем прямого привода. То есть, там, где нет редуктора. Вроде доступно, объясни. Так, господа, телефоны закреплю на держателе. Вот этот вот держатель, который вам показывал в видео. Распаковка посылок. Он тут подходит, правда, телефон не трясется, но... А, вот и он, потому что вращается. Он тут так хлипенько держится, потому что никакой держатель другой сюда не подходит. Здесь очень толстая ручка. А вот. Ну все, я думаю, пора начинать. Все, поехали в сторону горы. И будем начинать наш эксперимент. Так, ну что, ребята, я добрался до горы, до нужной точки. Собственно говоря, я сейчас включаю приложение. Нажимаю запись. Открываю в параметры аккумулятора. Вот смотрите. Я сейчас нахожусь на вершине горы. 2548 мАч. Видно, да? 2548. Запомните, пожалуйста, это значение. Потому что все, что вы увидите дальше, вам никто в магазине не скажет. Запомнили, да? 2548. Можно даже округлить. 2,5. Смотрите, как самокат реагирует на газ. Вот я нажимаю газ. Видите, мощность ваттах? 300 ватт. Полная мощность у этого самоката 300, ну 400 ватт, да? 400 ватт ровно. Теперь смотрите, я ручку газа отпускаю. И смотрите на миллиампер часы. 2500. То есть рекуперация уже работает. Уже работает. Я еще даже под горку не еду. Сейчас я до горки плавно доеду. Дорога тут довольно широкая, так что, думаю, никому не помешаю. А вот. Смотрите, тут начинается гора. Я отпускаю ручку газа. Все, все. Видите, я больше ничего не делаю. Я даже не касаюсь тормоза. Обратите внимание, какая мощность идет обратно в батарею. Минус 67 ватт. Минус 61. Видите, я просто спускаюсь с горы. Я не трогаю ручку газа, я не трогаю ручку тормоза. Понятно, да? То есть самокат чисто за счет кинетической энергии. Мощность сейчас 40 ватт, 38 ватт. Возвращают батарею обратно какую-то мощность. То есть это уже работает. Здесь небольшой, на самом деле, наклон. Основная гора будет дальше. Но суть не в этом. Видите, я просто стою. Мой вес сейчас 70 килограмм примерно. И вес самоката 12. Вот этого веса под даже этот небольшой наклон уже хватает, чтобы вырабатывать мощность 42 ватта. То есть видите, видите, как это работает? Обратите внимание, 2561 мАч сейчас. Батарея емкости, и это значение растет. Я под горку постепенно начинаю ускоряться, но я не трогаю ручку акселератора и ручку торможения. Вот я просто еду под горку. Все эти неграмотные менеджеры, которые вам говорят, что рекуперация бесполезна, никакого толку от нее нет, вы видите. Она сейчас уже конкретно заряжает батарею. Я около минуты еду, и мощность 40, 50, 60 ватт есть. А когда я буду спускаться под основной наклон, там вы офигеете, какая будет мощность. Я еще там специально начну тормозить, чтобы увидели, какой мощности может быть обратная АДС от двигателя, обратную батарею. Какое может быть реально КПД у зарядки. Ну вот здесь вот практически прямая дорога, то есть здесь скорость падает. Я даже не знаю, какой скоростью сейчас еду. А нет, вот 10 километров в час тут же есть спидометр. Я еду 10 километров в час под горку, и 35 ватт постоянно идет обратная зарядка в батарею. Классно, да? Ну, ну, чё, кто, как вот может с этим поспорить? Я не представляю. Сейчас я остановлюсь и покажу вам еще одну фишку, которая есть на этом самокате. Так, тормоз. А, кстати, обратите внимание, я вот сейчас это... Вот тормоз, да? Обратите внимание, какая фишка есть конкретно на этом самокате. Они, как бы, многие знают, но многие не знают. Машины проезжают, когда шумно. А вот, если вы, не касаясь ручки акселератора, ручки контроля скорости и ручки тормоза, просто начнете ехать на нем под горку, то он не будет... Ой, дрэк такой москвич отстроил. Да он не будет включать рекуперацию. То есть, видите, я сейчас еду под горку, самокат разгоняется, но рекуперация у него не работает, она выключена. Потому что я не трогал ручку газа и ручку тормоза. И сейчас, смотрите, я вот немножко подожду, разгонюсь с какой-нибудь определенной скорости, и потом потрогаю ручку газа. Смотрите, что произойдет. Еще метров 10-15. Вот. Внимание, сейчас я задеваю ручку газа. Оп. И сразу же моментально включается рекуперация. Видите, 66 ватт. Уже постоянная возврат энергии у батареи. Видите эти цифры, да? То есть, ну, о чем тут можно спорить? И сейчас будет основная гора. Сзади никого нету. Никто мне ускорение не придаст. То же самое у вас может работать на любом электровелосипеде с двигателем прямого привода без редуктора и на любом электросамокате. Только надо здесь понимать, что на этом электросамокате электронная ручка тормоза с датчиком холла. Но даже если у вас будет просто сухой контакт вкыл-выкыл и будет это самое, как это называется-то, фиксированное значение рекуперации, это все равно все будет работать. Вот видите, я просто качусь под горку. 75 ватт идет зарядка батареи. Уже 81. Я не понимаю этих неграмотных менеджеров, которые сидят в магазине и втирают вам полнейшую тичь. Вот реальные цифры, которые говорят, что рекуперация работает. О чем тут еще можно спорить? 110 ватт, то есть 120 ватт уже. Эта энергия больше, чем стандартная зарядка. То есть она уже в два раза. А смотрите, теперь самое интересное, что будет. Я нажму на тормоз. Обратите внимание, какое пиковое значение будет в обратной зарядке при торможении. Смотрите. 600, 600, 500. Видели, да? То есть при торможении 600 ватт возвращается в батарею. Это в 10 раз больше, чем мощность стандартного зарядника. Я думаю, тут комментарии вообще излишни. Во-первых, за те несколько секунд, пока такая мощность идет, самокат ваш остановится и батарею вы не сможете этим испортить. Она тупо не успеет прогреться. Ну, понятно же, да? Так, все, горка закончилась. И дальше нас ждет просто ровная дорога, на которой я уже поеду, уже не буду дальше снимать. Заправка. У этой заправки название меняется каждый год. Постоянно перекупаю. То есть, что ли? Так, вот, я сейчас запаркуюсь. Итак, смотрите. В начале подъема у нас была энергия 2,5 Ач. А сейчас 2730. Я думаю, все доступно объяснил. То есть, в процессе спуска с этой горы мы добавили к емкости аккумулятора 200 мАч. К сожалению, я вверху не посмотрел, сколько энергии было в процентах. Но, по-моему, там было 52 или 51. Ну, короче говоря, вот километровый спуск даже под небольшую горку дает уже 2% возврата энергии в аккумулятор. Вот на таком маленьком самокате. Поэтому, если кто-то вам скажет, что рекуперация плохо, она не работает, гоните в шею таких торгашей, таких менеджеров. Думайте своей головой. Ну, все, собственно говоря. Все рассказал, показал. Я буду снимать не только видео со своими рассказываниями о мессенджерах, но и всякие полезные видео типа вот этого. То есть, я уж думаю, куда еще полезнее кто-то вам сейчас показал реально информацию, которую никто вам не скажет абсолютно. Все, я поеду дальше. Спасибо.